Молодые сибирские ученые едут в Монголию поделиться своим опытом. Подробности узнаете совсем скоро. Все условия для развития детей. Наталья Жданова проинспектировала детские сады в преддверии нового учебного года. Подробности смотрите в программе «Середина земли». Столица отметит 100 лет со дня рождения юмджагинцы Дамбала. Какие постановления о праздновании юбилея монгольского маршала, примут депутаты ВКХ, расскажем в этом выпуске. В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Вера Рыжкович, и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. 60 молодых ученых Сибирского отделения Академии наук едут на научную конференцию в Монголию. К делегации присоединятся коллеги из Республики Бурятия. 12 человек и один ученый из Забайкальского края. Международная конференция будет длиться 5 дней. Темы докладов касаются в основном естественных наук. Главная цель мероприятия – установление контактов между научными академическими кругами России и Монголии. Это не новое сотрудничество у нас, по крайней мере, с Иркутском. Это уже очень долгая история советского периода. Многие научные школы в Монголии получили становление благодаря очень тесному сотрудничеству. В том числе и наш институт, институт земной коры, очень много делал и делает, и имеются проекты сегодняшнего дня. По итогам конференции будет издан совместный научный сборник. Члены делегации не только выступят с докладами, но и примут участие в дружеских спортивных турнирах. В поселке Залари Иркутской области открылась новая школа. Она рассчитана на 520 мест. В здании есть условия не только для учебы, но и творчества и занятий спортом. Все для того, чтобы готовить всесторонне развитых, успешных, конкурентно способных учеников. На встречу новому учебному году в новой же школе. Ее строительство шло три года. Это трехэтажное здание с библиотекой и хореографическим залом, куда этим артистам прямая дорога. Новое здание рассчитано на 520 учеников. Его строительство обошлось в 471 миллион рублей. Это средства областного и муниципального бюджетов. Как отметил спикер областного парламента Сергей Брилко, положено начало большим переменам. Ввод этой школы в эксплуатацию – это начало большой стройки в Иркутской области школ. Во-первых, это совпадает с государственной программой «Большая перемена». Это совпадает с пожеланиями, постановкой задачи президента Российской Федерации, которые ставят задачу за пять лет максимально модернизировать школьное и дошкольное здание образовательных школ и детских садов. А это уже Иркутск. Здесь тоже проходят торжественные линейки. Вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова сегодня – просто взволнованная мама. В первый класс идет ее младшая – Варя. Девочку провожают до школы всей семьей, но первоклассница Варвара – человек уже вполне самостоятельный и ответственный. И школьный рюкзак завтра себе уложит сама. Бинау, учебники, тетрадки. Игрушки будешь брать? Неа. Только телефон. Сегодня ничего общественного, законодательного, областного значения. Только личное. Каждое первое сентября мы просто откладываем все дела в сторону, потому что для нас это семейный праздник. У нас детки идут в школу. Старшая дочка у нас идет в шестой класс, а вот есть еще у нас в семье маленькая первоклассница. Вместе с Варей в первый класс 44-й гимназии сегодня пошли 240 детей первых классов. Здесь будет сразу 80 буквы А до буквы З. Татьяна Веретина, Константин Синицын. Середина земли. Иркутская область. И это были одни из самых заметных событий при Ангаре. Программа «Середина земли» продолжается на связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте. Ждем информацию, интересные факты о Забайкальском крае. О чем вы готовы рассказать? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Яна Ершова и мои коллеги-корреспонденты. Глава известного российского медиахолдинга Виктор Шкулев, который является уроженцем Забайкальского края, вошел в список 150 самых влиятельных людей России по версии GQ. Журнал составляет такие рейтинги уже на протяжении 15 лет. В лонглисте представлены ключевые фигуры в таких отраслях, как политика, бизнес, искусство, медиа, социальные сети, шоу-бизнес, юриспруденция, наука, еда и спорт. Главный проект Виктора Шкулева – организация и проведение в Чите Забайкальского международного кинофестиваля, который проходил в нашем городе в течение последних пяти лет. Как ожидается, этот кинофорум будет иметь продолжение в регионе. Ну а теперь перейдем к другим новостям нашего региона. В начале нового учебного года в центре внимания краевых властей остаются школьные и дошкольные образовательные учреждения. А в рио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова проинспектировала несколько детских садов краевой столицы. В ближайшее время эта работа будет продолжена. В планах у правительства края посетить все детсады Читы. Этот детский сад, расположенный по улице Федора Гладкова, в нашем городе считается одним из образцово-показательных. Современное трехэтажное здание, построенное в 2008 году, отвечает всем требованиям и нормам. Благодаря стараниям педагогов здесь созданы все условия для гармоничного развития детей. Есть бассейн, изо-студии, компьютерно-игровой комплекс, а также спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда. Специалисты стараются творчески подойти к своей работе и постоянно чем-то удивляют малышей. Например, недавно здесь открылся мини-музей, куда дети приносят сувениры и магниты из своих семейных поездок. География получилась обширной – от Арахлея до Таиланда. А еще здесь есть свой огород. В теплое время года ребята выращивают овощи и цветы. Мы с летом раздеподнимаем! С летом раздеподнимаем! По креативности не уступает и коллектив детского сада номер 32 по улице Советской. Это дошкольное учреждение было сдано в 2014 году. Строилось оно на условиях частного государственного партнерства с ОАО «РЖД». Его особенность в большой занимаемой площади – 6400 квадратных метров. Чтобы шесть просторных холов не пустовали, работники детского сада сделали из них настоящее игровое пространство. Здесь есть где изучить правила дорожного движения, позаниматься экологией, порисовать и даже поставить научные опыты. Наш детский сад начал свою работу в 2014 году, в марте месяце. Ну и, конечно же, мы постепенно развивались, наполняли группы развивающим дидактическим материалом. В нашем детском саду сейчас 13 групп. Есть логопедический кабинет, есть кабинет психолога отдельно, музыкальный, спортивный зал. В данный момент здесь занимаются 289 детей. Им Наталья Жданова оставила на специальной доске свое пожелание. Приятная миссия выполнена. Всегда вам капутного ветра. Но главным событием сегодняшнего дня стало посещение нового детского сада в Сосновом Барум. Его проектная стоимость – 198 миллионов рублей. Просторное современное здание рассчитано на 192 ребенка или 6 групп. Сейчас идет распределение детей согласно электронной очереди. Предполагается, что с 1 октября здесь начнутся занятия. Сейчас решается и кадровый вопрос. Сейчас идет набор лакансий у нас открытый. В штатном расписании около 23 единиц дошкольных работников, в том числе логопеды и воспитатели изу. Детский сад оснащен бассейном, несколькими комнатами отдыха, спортивным залом с тренажерами. Созданы условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В РИО губернатора Наталья Жданова, осмотрев эти объекты, осталась довольна качеством строительных работ и в целом подходом специалистов к своим обязанностям. Нужно сказать, увидели очень хорошую картину. Увидели, насколько это современные, уютные детские сады. Красивые, отвечающие всем необходимым нормам и требованиям. Наша задача, как можно больше таких детских садов строить в нашем Забайкальском крае, открывать и создавать условия для наших детей. А дети, надо сказать, очень интересные сейчас. Вот мы пообщались с ними. Очень ребята продвинутые, современно мыслящие. Пусть они будут здоровы, счастливы, пусть жизнь их сложится удачно. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Монголии. Они уже с нами на связи. Здравствуйте, коллеги. Расскажите, что интересного произошло у вас. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы в Пурятии. В эти минуты расскажем о событиях в Монголии. В студии Алхама и мы начинаем. На внеочередной сессии Великого государственного хурала парламентары провели первое чтение проекта постановления ВКХ о праздновании столетия со дня рождения Юмджагин Циденбала. Подробнее в этом сюжете. На протяжении 44 лет на посту главы партии государства Юмджагин Циденбал самоотверженно нес службу своему государству. Указом Президиума Великого государственного хурала Монгольской народной республики номер 97 от 18 апреля 1990 года Циденбал был исключен из Монгольской народной революционной партии, лишен всех государственных наград и воинского звания маршала. Только спустя 6 лет после смерти Циденбала президент Монголии господин Багабанди президентским указом номер 60 от 1997 года реабилитировал бывшего руководителя, восстановив все его награды и звания маршала. На сегодняшний день более 30 тысяч вещей, принадлежащих маршалу, так и не были переданы его семье, пока они хранятся в государственной собственности. Безусловно, Циденбал внес огромный вклад в развитие нашей страны, но в его политической деятельности есть и другая сторона медали. Во времена правления страной маршалом были уволены и отправлены в ссылку в самые далекие Аймак и Монголии многие государственные деятели. Будут ли проводиться расследования по этому вопросу? История развития монгольского государства касается всего народа Монголии. Она не делится на нашу и вашу. Неважно, какой партией руководитель Циденбал, в первую очередь нам нельзя забывать о его подвиге и заслугах перед страной. Необходимо закрепить имя маршала монгольской истории навечно. В конце внеочередной сессии Великого государственного хурала депутаты пришли к единому мнению. Был определён комплекс мер по пропаганде наследия Циденбала. Принято решение о создании его музея. Также в честь юбилея будут выпущены почтовая марка и памятная монета. Издана на монгольском языке книга Надирова «Циденбал 1984 год». Всего к юбилею выходит около 10 книг. Сняты два художественных фильма. Уран Тукс, Хлагва Сурен, Середина земли, Монголия. В рамках программы «Школьный автобус» отдел Дорожной полиции, профинспекции города Уламбатар, а также ряд управлений провели масштабную проверку парка транспортных средств, используемых для перевозки школьников. О том, готов ли спецтранспорт выйти в рейс, расскажут мои коллеги. С 2014 года в Монголии определены стандарты, по которым проводится контроль автотранспортных средств, занимающихся перевозкой детей. Главная цель – создание условий для обеспечения безопасных перевозок детей и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, установленных правилами дорожного движения и иными требованиями нормативных правовых актов Монголии. В Уламбатаре 55 школ из них, 27 государственных и 28 частных, а также один государственный детский садик и три частных. Все эти детские учреждения пользуются услугами спецтранспорта. По официальным данным, 132 автобуса практически ежедневно перевозят 7500 детей в месяц. Автобусы, не прощающие техосмотры и имеющие технические неисправности, допускаться до перевозки школьников не будут до момента устранения недостатков и повторного осмотра. Основные критерии проверки – наличие в автобусах ремней безопасности, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. В ходе мероприятия было осмотрено 132 автобуса, из них 84 средства, проверку не прошли. Цок Цайхан, Алтан Сух, Середина Земли, Монголия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее информационную программу новостей «Середина Земли» продолжат наши коллеги из Китая. Здравствуйте, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте, конечно, о самых заметных, интересных событиях, связанных с Китаем. В китайском Ханчжо уже все готово для встречи лидеров стран большой двадцатки. Международный форум стартует 4 сентября. Пока же эксперты обсуждают, какими окажутся главные темы переговоров и сходятся во мнении, что наибольшее внимание уделят развитию китайской мировой экономики. В последние три года вклад Китая в глобальный экономический рост составил 44%. Несмотря на то, что темпы роста ВВП страны замедлились на фоне реформ и трансформации экономики, объем его роста достиг 800 миллиардов долларов. Влияние Китая на мир нельзя недооценивать, уверены эксперты. По их словам, на предстоящем саммите G20 в Ханчжоу главным вопросом будет, как превратить это влияние в новую силу глобального развития. Если следовать примеру КНР, то один из первых шагов увеличения инвестиций в инфраструктуру. Некоторые исследования показывают, что инвестиции в инфраструктуру более эффективны, чем в торговлю. Мы сейчас делаем упор именно на строительство инфраструктуры и реализацию транспортно-коммуникационной системы. С 1980 по 2015 годы общий объем инвестиций в основные активы в Китае увеличился с 91 миллиарда юаней до 55 триллионов. Рост инвестиций в инфраструктуру с 56 миллиардов юаней в 80-м до 13 триллионов в 2015-м. Это играет важную роль в обеспечении экономического роста страны. По мнению экспертов, странам G20 необходимо двигаться в том же направлении. Строительство инфраструктуры необходимо в Ладзинской Америке, Африке, Южной Азии и других регионах мира. КНР строит во всех частях страны. Китайский экономический рост, можно сказать, стал моделью и мотивацией. Нужно перенимать этот успешный опыт. Китай рассматривает возможности предоставления более эффективной помощи развивающимся странам. КНР работает над тем, чтобы продуктивно связать китайский опыт и ресурсы с потребностями этих стран. На мировом инфраструктурном рынке острый дефицит инвестиций. К 2030 году, по прогнозам экспертов, он будет составлять от 10 до 20 триллионов долларов. В среднем ежегодно развивающимся странам необходимо около полутора триллионов долларов инвестиций в инфраструктуру. Сейчас они имеют лишь половину. В Рязанской области подвели итоги международного конкурса «Авиадарс-2016». В нем приняли участие около 50 экипажей из России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Среди почетных гостей российский ветеран Владимир Мазеин. Он обратился к членам китайских ВВС с необычной просьбой разыскать китайских друзей со старого армейского фото. Подробнее материаля далее. Рязанская область, Китай, Великая Отечественная война. Для Владимира Андреевича Мазейна эти слова – не пустые звуки. Международный конкурс «Авиадарс» разбудил ветеране воспоминания. Армии и преподаванию он посвятил 60 лет. Обучение иностранных курсантов ветеран называет ярким периодом своей биографии. На черно-белом фото пять китайских бойцов ВВС НААК. Они называли его Лауши, он их лучшими студентами. Я обучал пять китайских курсантов около года. Они все молодцы, учились лучше, чем военнослужащие из других стран. Мы поддерживали глубокую дружбу друг с другом. Но после того, как они уехали в Китай, мы не встречались. Я прошу членов китайских ВВС помочь их найти. Найти иголку в стоге сена. Начальника штаба ВВС Китая Джай Пэйсу на просьба ветерана впечатлила. Информация со старых фото, архивные данные и социальные сети сделали свое дело. После долгих поисков, неудачных попыток и ложных встреч, съемочная группа CCTV напала на верный след в городе Уси провинции Дянсу. Спустя 57 лет в двери бывшего курсанта ВВС НААК Джан Сюлхая постучали. Былого солдата нельзя было не узнать по открытой улыбке. Десятилетия добавили ему морщин. Но не погасили блеск в глазах юноши с черно-белого фото. «Да, это моя надпись на фото. Я подарил его учителю Владимиру Андреевичу». Сколько лет, сколько зим, клич русского ветерана о поиске китайских друзей распространился по соцсетям. Десятки людей принимали участие в процессе. И вот свершилось. Радости отставного военного ВВС Китая нет предела. Чтобы подтвердить свою личность, он показывает не паспорт, а черно-белое фото, такое же, как у российского ветерана. О дружбе с русским военным и жизни в СССР Джан Сюлхай вспоминает с теплом. Мы очень рады, что нашли вас. Это дружба – символ духовной связи между военными двух стран и народами Китая и России в целом. Приятно было воплотить жизнь мечту российского ветерана. Дружба, проверенная годами. В фотоальбоме Джан Сюлхая – снимки военных лет. Служба в армии не только закалила его характер, но помогла найти единомышленников. Со своим коллегой по стажировке в Рязанской области они дружат по сей день. Весточка от российского учителя стала очередным поводом для звонка армейскому приятелю. Здравствуйте, Владимир Андреевич. Мы нашли вашего китайского курсанта Джан Сюлхай и ещё одного ученика из того же выпуска. Они в прекрасном здравии. Как действующий пилот ВВС Нуак я очень уважаю вашу дружбу. Владимир Андреевич – наш учитель. Мы по вам тоже скучаем и ждём встречи. Результаты поисков – два курсанта из пяти, но эксперты надеются в ближайшее время найти остальных подопечных Владимира Мазеина. Теперь, когда связь восстановлена, дело за малым. Организовать встречу учителя с учениками. Было бы желание, говорят члены ВВС Нуак, воплощать мечты в жизнь – их новая традиция. Историю российского ветерана и китайских курсантов чопорные военные с трепетом называют доказательством духовной дружбы Китая и России. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова